Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, прежде чем вы услышите музыку, я хочу затронуть один из важнейших вопросов развития музыкального искусства 20-го, а теперь уже 21-го века. В 20-м веке с появлением радио, потом телевидения, звучащего пространства с огромным количеством музыки и стилей, и направлений произошла реальная катастрофа для высокой музыки, для классической музыки. Собственно, в процентном отношении изменилось не так уж и много. В прежние времена великую музыку слышал очень небольшой процент населения Европы. Это были в основном люди принадлежности, голубой крови. Это были цари, короли, императоры, графы, князья, архиепископы. Эта музыка была написана для них, принадлежала им, звучала в их замках, в их специально устроенных для этого помещениях. Отсюда и камерная музыка от итальянского «Камера» — «Комната». Музыка звучала для одного человека, для десяти человек, для пятнадцати человек. А другой вид музыки, которая была популярна среди миллионов, это были песни и танцы, которые звучали в различных трактирах, на улицах, во время праздников. У этой музыки всегда было огромное количество поклонников. Так и происходило. Музыка, которую мир назвал классической, для небольшого круга людей, для избранных лиц, и музыка, которую во все времена называли популярной, или музыкой для всех. Когда радио и телевидение дало возможность тем самым людям с улицы или из кабака услыхать музыку для избранных, то количество избранных не увеличилось необычайно резко. То есть люди, получившие доступ, бесплатный доступ к радиопрограммам, к телевизионным программам, где звучала музыка Моцарта и Гайдена, и Бетховена, и Чайковского, люди не стали неожиданно, потрясенно слушать и открывать для себя музыку ранее закрытую, запретную. В 20 веке произошел действительно слом. Слом заключается в том, что все виды популярной музыки в результате радио и телевизионного распространения получили рекордное количество слушателей. Даже и сегодня в интернете на всех сайтах самых популярных поп-певцов огромное количество посетителей. С ними не может сравниться ни сайт Давида Федоровича Ойстраха, великого скрипача, ни сайта самых замечательных дирижеров, ни сайта великих пианистов, таких как Рихтер или Гилльс. Там речь идет на десятки тысяч людей. В другом же случае речь идет о миллионах. Вот и случилась ситуация, при которой многие философы, проповедовавшие идею избранности, избранничества великого искусства, сумели лишь подтвердить свой тезис о том, что все подлинное, все великое принадлежит немногим. И вспоминаются слова великого русского философа Бердяева о том, что самая большая трагедия человечества в том, что оно осуществило совершенно нелепую идею и поверило в страшнейшую мысль о том, что истина рождается в большинстве, то есть большинство всегда право. На самом деле нет, говорит Бердяев, большинство никогда не бывало и не бывает правым. Право всегда группа людей, которые очень глубоки, которые познали такие высоты, такие неповторимые идеи, вся жизнь которых это есть служение, это идея. Вот у них правда. Они уходят в одиночестве, умирают, так и оставшись нераскрытыми. Лишь потом другие их потомки тоже небольшое количество людей развешивают мемориальные доски на домах, где они жили, говорят об их величии. Но вот что интересно, Александр Сергеевич Пушкин в своем вольном переводе памятника Горация, эпиграф, которому Гораций взял и Пушкин повторил, прочь непосвященные, пишет так, о том, что меня, это я прозой передаю стихи Пушкина, слух обо мне пройдет, по всей Руси об этом узнают, и Тунгусы, и Калмык, и Финн, дикие племена даже узнают. Но дальше идет удивительная фраза. Славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Пушкин неслучайно пользуется архаическим пиит вместо поэт. Пушкин говорит, что слава его, то есть его глория, будет на планете до тех пор, пока есть хоть один хранитель поэзии. То есть, если Тунгус скажет Калмыку, что вот есть Пушкин, это здорово, это слух. Но слава, подлинное знание, понимание величия, понимание вклада и значения, для него достаточно, чтобы один пиит передал другому пииту, другой в следующем поколении третьему. Это вообще очень грустная идея, очень грустная мысль. И мне, как человеку, избравшему такой путь, общаться с огромным количеством людей и пытаться изо всех сил раскрыть для них тайны музыки, литературы, поэзии, раскрыть тайные знаки, глубинные смыслы, не очень горько и печально сознавать, что все, к сожалению, пока доказывает, что Бердяев прав, что группа людей, воспринимающие великое искусство, великую культуру, очень невелика. Я несколько раз уже произнес фразу о том, что в 20 веке, в связи с появлением радио и телевидения, для великого искусства наступила окончательная катастрофа. То есть, уже сейчас все стало ясно, потому что, если раньше были надежды, что когда в каждом доме появится радио, телевидение, масс-медийные системы, то огромное количество людей проснутся, откроют глаза. Раньше их не допускали в замки, во дворцы. У них не было доступа к великому искусству, которое принадлежало избранным. Сейчас у них есть доступ. Но количество их не стало принципиально больше. Их количество, количество ярких, мыслящих, глубоких людей осталось на том же уровне. Достаточно услыхать или прочитать комментарии к различным великим явлениям искусства. Какая невероятная эзоповщина. Помните, лиса и виноград. Лиса, которая не может достать виноград, она говорит, что он незрелый. Вот такое, как бы, чувство ненависти, неуважения, презрения к тому, что высоко. И даже иногда задумываешься, какой-то человек сказал какие-то очень добрые слова, прочитал какие-то чудесные стихи. Откуда берутся сотни и тысячи комментаторов, которые за стихи, за музыку уже ненавидят этого человека. Пишут о нем плохо, жестко. Неужели прав Шопенгауэр? Прав Ницше? В 20 веке, повторяю, в третий раз, а может быть и в четвертый, в результате масс-медийных систем катастрофа всего классического искусства, всего мыслящего, невероятно велика. И особенно тяжело далось все музыке. Те самые композиторы, собратья которых жили во все века, понимая, что они не доберутся до тех миллионов, о которых мечтал Бетхоин в Девятой симфонии. Обнимитесь, миллионы! Бетхоин мог еще верить в то, что в каком-то будущем миллионы обнимутся, услышат великую симфонию любви, дружбы, человечности, космоса, вселенной. Они не обнялись, не услышали. И с каждым столетиям получается все больше агрессивности, ненависти, и великая музыка, и великая литература, и великая поэзия, словно ничего не могут сделать. И вот в 20 веке появилась реакция композиторов на подобное непонимание, на подобное одиночество, на башне слоновой кости. Многие талантливейшие композиторы стали авангардистами. Что это значит? А это значит, что, прекрасно понимая, что, что бы они ни писали, что бы они ни делали, они не смогут стать властителями душ миллионов людей, а ведь всякий творец, всякая творческая личность готова жизнь отдать на то, чтобы быть услышанным, увиденным, понятым, для того, чтобы помочь огромному количеству людей. А люди не хотят этой помощи. Они не готовы поднимать это как помощь, воспринимать это как помощь. И в течение всего 20 века появился авангард. Музыка, которая заведомо знала, что поскольку аудитории у нее не будет, она стала писать для самоё себя. Вот эта группа людей стала общаться с собственной группой людей, с тем небольшим кругом, которые способны понять, оценить всевозможные математические музыкальные игры. Ведь музыка как никогда близка математике. Это то же самое, что математик рассчитал мост. Огромное количество людей не понимают ничего в этих расчетах, но они просто видят мост и говорят, что по нему удобно идти или ехать. Сокращен путь к другой стороне, на другой берег. Вот то же самое здесь. Музыканты стали считать. Они стали высчитывать, заниматься интеллектуальной игрой со звуками и нотами. Они как бы думали, ну если Моцарту не удалось проникнуть в сердца миллионов, если Бетховен с его совершенно божественной гениальностью ничего не сделал, если даже Бах удел определенного небольшого процента жителей планеты, то о чем можно говорить дальше? Что можно делать? О чем можно думать? Авангард – это реакция на невозможность музыки проникнуть к широким кругам, стать властителем дум, смягчить сердца, то есть делать то, чем сам Бог музыки великой повелел заниматься. Ведь великая музыка построена специально на таких структурах и системах, запоминающихся, идентичных, повторяющихся, чтобы каждый внимательный человек, услыхав одну симфонию Бетховена, мог понять структуру другой. Услыхав одну сонату Гайдена, мог понять структуру сонаты Моцарта. И так далее, и так далее. Музыка искала все пути, на протяжении десятилетий, столетий, поколений, искала пути к сердцам. Когда мир был религиозен, то это было проще, потому что огромное количество людей приходило в огромные церкви и вместе с молитвой, вместе с проповедью священника слушали музыку, написанную великими композиторами. Когда эта тенденция схлынула, когда количество людей, сегодня верующих в Бога, особенно в цивилизованных странах, сведено к нескольким махоньким процентам, то вместе с этим ушла и музыка. Она ушла из церкви, перешла в концертные залы на 400-500, тысячу мест, иногда две тысячи, и пропала, как самодвижущаяся структура, как глубинная идея. Появилась даже тенденция, всякий интересный современный композитор должен быть авангардистом. То есть он должен писать музыку, непонятную широким кругам, как можно более удаленную от всей поп-культуры, в то время как поп-культура все больше и больше стремится продать себя за огромные деньги, иначе никакого смысла в ней нет, написать песню с такими оборотами, которые так чувствительны, и так понятны, что всякий, абсолютно неподготовленный, никогда ничего специально не читавший, не задумывавшийся человек моментально начнет дергаться в такт этой музыки, испытывая физиологические такие движения, испытывая физиологически простоватые, достаточно примитивные чувства и реагируя на громкость, на электричество, на распиаренность. Но параллельно с этим всегда жила и существовала упрямая вера в то, что музыка – это душа, что душевная музыка обращается к душе человека, и вера композиторов, отдельных композиторов в том, что не аватгард, не математические эксперименты для избранных, а по-прежнему мелодия, как душа музыки, по-прежнему внутренний мир, по-прежнему глубина проникновения в человеческую жизнь, любовь, тайны смерти, тайны рождения, тайны чувств. Именно эта музыка способна по-прежнему действовать, и раньше или позже она должна действовать. И такие композиторы упрямо продолжают писать музыку, в которой не исключена тональность, то есть следование законам космическим, обертоновой системы, системы аккордов, которые воспринимаются человеческим ухом, как диссонансно-консонантная система. И сейчас я хочу вас познакомить с одним таким композитором. То, что вы сейчас услышите, это его квартет. Квартет написан в 2010 году. Зовут композитора Григорий Смирнов. Он из Новосибирска. Он жил в России, учился в Новосибирске, а потом получил стипендию и уехал в Нью-Йорк учиться в Джульярд. Ну, вы знаете, Джульярдская школа музыкальная, это всемирно известная школа. Там царство гениальных пианистов, гениальных скрипачей, композиторов, мыслителей музыкальных. Там место, где по-прежнему звучит музыка, где разговаривают о духе, о культуре, о красоте. Такие места есть и в России. Их всюду всегда было немного. Но вот Джульярдская школа, она одна из самых знаменитых. Я не хочу сейчас вам рассказывать о первых достижениях молодого композитора, который сейчас в Нью-Йорке. Я хочу просто познакомить вас с его музыкой. Эта музыка очень сердечна. Она не имеет времени. Сначала я хотел открыть передачу тем, чтобы дать вам начало квартета и спросить, какое это время, что это за автор, какого стиля. А потом решил не делать этого, а лучше заговорить о конкретной музыке. И я думаю, что многим эта музыка из вас понравится. Я поговорил с композитором об этом квартете. Мне он понравился. Он сыгран с жулярскими студентами, сыгран красиво. Все четыре музыканта очень хорошие. Запись сделана из концертного зала. Но вот я попытался рассказать композитору о том, что я слышу в его музыке. Композитор мне сказал, что эта музыка связана с личными воспоминаниями, с личными впечатлениями, что это очень личная музыка. А я написал ему, как я понимаю, это любовь, надежда, разгоревшиеся чувства до страсти и обрыв. Он мне отвечает, вы очень хорошо чувствуете. Ну да, словами объяснить трудно, за этим стоит личная история. И дальше пишет. Первая часть как застывшее воспоминание, вдохновение, утраченное. Ну вот видите, композитор пишет о том, что эта часть как застывшее воспоминаний, как вдохновение, как утраченное. А я, кроме всего, слышу еще воспоминания обо всех временах, когда музыка изо всех сил стремилась к людям. О тех временах, когда мелодия была главной идеей развития. вот сейчас вы услышите первую часть. На мой взгляд, эта музыка действительно из глубины души. Она словно закрыта немножко пеленой. Она словно защищена. Она начинается у скрипки, потом ее невероятно красиво перехватывает виолончель. через две минуты звучит новая тема, если первая построена такими октавными движениями, а всегда вот такие большие скачки музыки, протяженные, они как бы показывают свое родство с протяженностью пространства. Эта музыка явно написана русским композитором, это чувствуется сразу, хотя немедленно сказывается то, что этот композитор все хорошо знает историю музыки. А вот вторая тема, она словно крадется. Она идет по полутонам, по тонам, то есть противоположность первой, которая раздольная, широкая, внутренняя, правда, внутренняя, которая раздольная не в смысле танца, а в смысле внутреннего содержания. В ней очень много души, очень много внутреннего движения, а вторая это как бы такие вздохи, интонации вздохов удивительными паузами. Вот вообще особенность писать музыку так, что паузы звучащие, это особый дар. И вот здесь я его услышал. В конце первой части музыка тает, истаивает, утончается, уходит в верхний регистр скрипки, сначала поддерживаемая точками пицциката остальных участников квартета, а затем остается и висит высоко-высоко в воздухе, как немой вопрос. Давайте послушаем первую часть. в этой музыке ощущение, словно не было никакого авангарда, не было никаких суперэкспериментов, сонорной музыки, алеаторики, додекофонии, словно музыка композитора Григория Смирнова, не заметила всего, что произошло, и продолжает исследовать вечные вопросы жизнь, любовь, смерть, обретение, потери, тончайшее движение человеческой души. Это музыка души. Вся семиминутная часть написана в медленном темпе. Такое может себе позволить композитор, который живет душой, который не рассчитывает на внешний эффект, который рассчитывает на слушателя, который примет в себя сейчас то, что произойдет в течение семи минут первой части. Итак, молодой русский композитор из Новосибирска Григорий Смирнов. Первая часть из двухчастного квартета. Перед второй частью мы с вами еще немножко поговорим. «Смирон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я, когда написал о том, что я понимаю, что эта музыка – это любовь, надежда, разгоревшиеся чувства до страсти и обрыв, композитор ответил, вы очень хорошо чувствуете, словами объяснить трудно, за этим стоит личная история. Первая часть, как застывшее воспоминание, вдохновение, утраченное. А вот сейчас вы услышите вторую часть двухчастного квартета, и сам Григорий пишет, во второй части попытка творчества без этого объекта вдохновения. Поэтому бесконечные гаммы, гамма для композитора – это как палитра для художника, вроде все краски есть, но нет объекта вдохновения. Они никак не складываются во что-то удовлетворительное, и это к концу ведет к капитуляции перед начальной темой. Но вот композитор написал, и словно почувствовал, что это невозможно передать словами, добавил, это просто мысли, на самом деле все сложнее. Я очень хорошо понимаю, что на самом деле все намного сложнее. Музыка сама по себе – это ведь то, чего нельзя выразить словами. Можно подвести к ней, попытаться настроить человеческий организм как приемник на передатчик. Это то, что я всегда пытаюсь сделать, но, конечно, описать музыку словами невозможно. Вторая часть действительно начинается медленными гаммами. И вот опять смелость. После медленной первой части вторая тоже медленная. Это потом эти гаммы начинают ускоряться, усиливаться в звучании, появляется ощущение моторного движения. И действительно, наверное, в ней как бы недостает того вдохновения в этой музыке, которая существовала в первой части. Но этого нельзя сказать в полную силу, потому что музыка остается очень красивой, очень душевной, исповедальной. И когда в конце второй части появится мелодия любви первой, она как бы окружена этими бесконечными гаммами, гаммами, всеми красками, палитры. И появляясь, она вновь возвращает нас к образу душевного состояния, душевной красоты, душевного полета. Да, в личном плане есть ощущение, что музыка проиграла. Проиграла то, что оставалось в памяти, то, что будило вдохновение. Но есть и другое ощущение. Оно мне напоминает ту мысль, которую когда-то Вольфган Камадеис Моцарт высказал, что даже самые грустные, печальные, даже самые разрушительные вещи в музыке не могут быть выражены разрушением, грустью и печалью. Они должны быть совершенными и гармоничными. Вот мне кажется, здесь это произошло. А впрочем, судить вам, вы сейчас услышите вторую часть двухчастного квартета композитора Григория Смирнова, русского композитора из Новосибирска, который получил стипендию Джульярда и приглашен в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Йорк, в Джульярдскую школу, где он уже получает премии за свою музыку, где звучит его музыка, где у нее появляются слушатели. Я думаю, что у Григория Смирнова очень многое впереди. И это слышно с первых же звуков. Да, этот композитор сознательно, практически сознательно избегает авангарда. Он, да я даже не могу сказать, что он стремится быть услышанным, нет. Он исповедален. Он внутри себя, он один из тех счастливчиков, которым удается через музыку выразить состояние своей души. Клянусь вам, это удается очень немногим. Поэтам, композиторам, поэтому у этой музыки нет времени. Нет времени в строго теоретическом, музыковедческом смысле. Чему она принадлежит? Какое это направление? Можно же четко говорить, что это романтизм, причем поздний романтизм, потому что композитор владеет всеми принципами классической гармонии, романтической гармонии. Он изучил всю музыку. Он слышит и авангард, и в этом тоже нет сомнения. Но его душа стремится к исповедальности, имеющую что-то услышит. Тот, кто услышит музыку этого композитора, даже не захочет говорить о том, какому времени она принадлежит. А квартет написан в 2010 году. Итак, послушайте, как творится, выражаясь языком самого автора, если потерял источник вдохновения? Мне кажется, все-таки, я осмелюсь поспорить, не потерял. Потому что есть талант, есть дар, а дар не позволяет потерять самое главное – гармонию души, гармонию внутреннего состояния. И когда в конце части номер два появится начальная тема части номер один, мы словно понимаем, мир не остановился, жизнь не закончена. Существует высшая радость, которая не способна проиграть, погибнуть вторая часть квартета. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Получил награду Международного конкурса имени Сергея Сергеевича Прокофьева. Продолжает работать. Совсем молод. Вы чувствуете, да? Что этот будет человек, в творчестве которого вновь очень важна человеческая душа. В музыке у него нет открытых деклараций, ярко выраженных позиций и направлений В его музыке действительно ранимая, чуткая, тонкая душа художника Мы с вами еще вернемся к творчеству Дмитрия Смирнова Мне очень интересно, как вы услышали его музыку Я обнимаю вас музыкой